Виталий Тропачев 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 В процессе разговора они... То есть настроены были на то, что если украинские воины, то там якобы ломать. То есть про украинские организации. Про украинские патриотические силы. И в процессе разговора с ними они говорили за то, что вот распространяются слухи, за то, что вообще 9 мая праздник отменяется, и его не будут проводить в Украине. Ну кто-то же эти слухи распространяет. Ну в дальнейшем они вместе с нами приходили, вместе с нами ремонтировали, принимали активное участие, дети их не... То есть то, что слухи такие распространяются, это специально делается. Вот реальный факт. Да, ну вот а как с этим бороться, как вы считаете? Вы знаете, самое, наверное, простейшее, это людям надо доносить настоящие идеи, за которые, скажем так, боролись все. То есть да, я понимаю, что учили 70 лет советская власть, это хорошо и тому прочее. То есть и когда это начало ломаться в сознаниях, когда начали выплывать факты, которые замалчивались, насколько хорошая советская власть и, скажем так, такой же всем известный факт, что сделали с людьми, покалеченными Великой Отечественной войной после войны. То есть когда их... Кого сослали, кого расстреляли, то есть да, это сейчас страшно людям воспринимать и тому прочее. Но я хочу сказать другое. Мы никогда фактически за эти 20 лет толком не объяснили, а за что дралась УПА. Под какими принципами выходили наши прадеды во время первых вызвольных взмоганий, это 17-20 года. За что эти люди воевали? Знаете, я могу сказать так, сотни тысяч людей, которые воевали за идею, ну не могут быть плохими. Это что касаемо УПА. Вот, что касаемо ОНР, давайте, скажем так, посмотрим на вопрос по-другому. Мы выняли советских героев в советскую историю, а что мы дали взамен? Что у нас как-то пропагандируются те герои, которые были во время первых вызвольных взмоганий. Если сейчас людей спросить, а что, а как было, а какая была армия, а какое у них было вооружение, никто не скажет. А на самом деле, допустим, тем же детям было узнать интересно, то есть действительно, в каких частях какие самолеты были, какая бронетехника была. Но это, к сожалению, у нас не преподавалось. И по той ситуации, которую я вижу, и не преподавалось, это и программы такие не создавались умышленно. То есть Харьков готовили очень давно, судя по всему, к тому, что происходит сейчас, как с Донецком и с Луганском. Большинство населения, оно считает нас там варварами, фашистами. Ну, на самом деле, если у них спросить, читали ли они когда-нибудь постановы с Борьев УПА, там, вторые, третьи, первые, они спросят, а что это такое? То есть, а что там написано? Мне бы хотелось, чтобы люди хотя бы чуть-чуть заинтересовались и посмотрели, за что же дрались на самом-то деле воины УПА. Вот. За то, что им объясняли, или что-то было как-то по-другому. Вот. Ну, надеюсь, что с этого времени как бы... Но сейчас вы себя не считаете врагами тех, кто воевал на советской стороне? Знаете, война всех тогда примирила. Ну, почему? Мы считаемся врагами тех же НКВДистов, которые стреляли в спину, которые воевали против украинского народа. тех же... То есть, которые совершали военные преступления. Именно военные преступления, то есть, и против населения Украины, и, скажем так, те, которые воевали против вообще возрождения Украины. То есть, есть такой факт, что когда советская армия вошла на территорию Львова, то есть, многие обрадовались, потому как по львовскому радио впервые зазвучал украинский язык. Но буквально уже через несколько дней все изменилось. И истинность этого лица, то есть, как бы, увидели все, когда пошли первые поезда на восток. И повезли они туда уже в лагеря людей. Вот. Но, знаете, наверное, нашей власти надо больше задуматься о том, чтобы как-то больше пропагандировать, на самом деле, правду. Вот. Мы... Ну, я себя никогда не считал, скажем так, врагом обычного рядового советской армии, которого призвали воевать за его же землю. То есть, он тут ни при чем. Идеал, но против идеологов Советского Союза. Я считал врагом всегда. Ну, вот сейчас, когда в Харькове возможна провокация на эту тему, что будут делать добровольческие батальоны, представителем которых, в том числе, вы являетесь? В этом случае, я вам скажу так. 15-й запасной батальон добровольческого украинского корпуса планирует патрулировать город со всеми организациями, которые есть в Харьковской области. Точно так же, как и активисты правового сектора. Мы планируем быть с отличительной символикой для того, чтобы люди видели на самом деле, что мы делаем на самом деле. То есть, что мы их защищаем, а не то, что мы дергаем ветеранов, бьем их. Вот. Такого с нашей стороны не будет. Надеюсь, что после этих майских праздников город наконец-то поймет, кто на самом деле такие националисты. Ну, вот последние также новости, какие были, касаются того, что на данном этапе сейчас суд запретил какие-то другие неофициальные собрания, массовые собрания населения. Только официальные мероприятия могут проводиться. То есть, все, что неофициально, проводиться не должно. Это правильно, аргументированно или не стоило так делать, как вы считаете? Ну, у нас сейчас праздники майские. То, что у нас сейчас будут люди праздновать именно майские праздники, а не их будут собирать под какими-то другими лозунами. Я считаю, что это правильно. Вот недавно коммунистическая партия Александровская собирала людей возле облсовета, честно говоря, клоунада. Надо делать реальные дела, а не словами только подходить. Громадская самооборона входит в спилку «Всеукраинскую самооборону Украины». И сейчас как раз подали в суд по поводу того, что повышаются тарифы в ЖКХ. Мы делаем конкретные шаги, а не просто сборы, под которыми потом какие-то другие идеи будут проходить. Ну, а вы как считаете, нужно ли запрещать сейчас массовое собрание граждан, помимо официальных мероприятий? Вы знаете, я в этом случае согласен с нашей властью. Помятуя прошлый год, то есть когда это послужило, скажем, собранием граждан не совсем для празднования 1 мая и 9-го, то есть для того, чтобы вселить в город очередную порцию сепаратистского настроения, то есть в данном случае я согласен с властью. То есть пусть утихомирится война. Тогда будем праздновать как надо. Ну, поймите правильно, идет война. Гражданам Харькова надо реально себе отдавать отчет, что буквально в каких-то 150 километрах уже стреляют и рвутся снаряды. Вот. И если мы этого не осознаем, то это может прийти и сюда. На автодорогах и блокпостах области тоже усилили контроль. Сейчас 30 блокпостов есть, на них более 310 правоохранителей. И уже изъято 249 единиц оружия. То есть вот получается, что в Харьков едет оружие сейчас? Вы знаете, ну, по нашим данным, оно ехало сюда всегда. Причем с разных источников. Это естественный процесс войны, когда делаются закладки для диверсионных групп. То есть оно было, есть и будет. Ну, я не вижу, допустим, веских предпосылок для вторжения сюда армии Российской Федерации. А вот повоевать информационно, это да, запугать город. Показать, что если вы будете проукраински настроены, будут взрывы, вы можете погибнуть. Да, это именно действие российских политтехнологов. Так, а по поводу того, что на блокпостах обнаруживается оружие, вот что вы можете сказать, готовы ли опять-таки гражданские объединения, люди, которые не просто с оружием, а готовы ли к тому, что они увидят тоже каких-то вооруженных людей, как с ними тогда действовать будут? Мы не вооружены, у нас нет вооружений. Вы не вооружены, но вы можете встретиться с вооруженными людьми? Да, можем. Но на этот случай как раз вчера оговоривалось за то, что в такой момент мы будем оповещены, будем знать, куда прийти и что взять. То есть готовы, я правильно понял, да? И, кроме того, начальник, заместитель начальника областного управления СБУ подчеркнул, что ситуация в области остается напряженной, на празднике возможны провокации. В связи с этим создан круглосуточный оперативный штаб и выделен оперативный резерв для быстрого реагирования. То есть это тоже какое-то изменение по сравнению с прошлым годом? По сравнению с прошлым годом, в общем-то, все фактически изменение. Все намного усиленно, намного организованнее, да? Скажем так, я скажу даже больше. Все больше и больше, скажем так, сотрудников милиции наконец-то осознают, что они граждане Украины. И что та идея, которая им пыталась навязаться, ведет лишь только к тому, что в их родной город придет война. И теперь они действительно начинают бороться против сепаратизма. Потому что тогда многие сомневались, реально, если посмотреть на вещи. Поэтому все изменяется. Еще установлено более 600 видеокамер наблюдения. У меня вопрос, почему только сейчас это делается? Почему это не было сделано раньше? Это, наверное, вопрос не к нам. Почему только сейчас сделано? Вы задавали такой вопрос? Да, так мы как раз его и пробивали. Каждый день об этом говорили. Я наводил пример. И сколько преступлений можно было раскрыть благодаря этим съемкам? В странах более, так скажем, развитых. Когда полиции на улице практически нету. Но если что-то где-то случается, они буквально через минуту здесь. То есть все это благодаря тому, что вокруг стоят видеокамеры. Наконец-то у нас к этому уже пришли, начали прислушиваться. И я смотрю, уже результаты есть. Вы тоже считаете, что это сейчас намного активнее начинает проводиться и действительно может помочь? Намного активнее, но хотелось бы еще активнее, скажем так. То есть еще больше камер? Конечно. Не хватает не только камер, по сути дела. То есть не хватает инфраструктуры вообще беспилотного слежения. То есть об этом, к сожалению, пока еще не думают. А фортификационные сооружения на той же границе с Россией? Там сейчас возводятся, конечно, но скорость этого возведения, действительно ли эти сооружения способны остановить вооруженные силы? Вы знаете, на войне есть такая поговорка. То есть на войне можно делать любые действия, которые приведут к какому-то результату. Если сидеть и ничего не делать, то это обязательно будет поражение. То есть и фортификационные сооружения, свою роль они сыграют в любом случае. Хотелось бы, конечно, получше, хотелось бы, чтобы комплексные меры проводились. Ну, скажем так, давайте реально смотреть на вещи. Я хотел бы сказать за то, что фортификационные сооружения, это все хорошо. Но без поддержки населения никто сюда входить не будет. А поддержка сепаратистов спала на нет практически, да? Не скажу, что на нет полностью. Они ведут, естественно, пропаганду свою. Но то, что население действительно уже осознало, и никто не хочет, чтобы в Харькове были какие-то военные действия, это 100%. Границу тоже будут усиленно охранять. Вот Харьковский погранотряд Восточного регионального управления уже вступил в усиленный режим. И по словам начальника Харьковского погранотряда Александра Крука, до 15 мая государственные границы на участке Харьковского погранотряда будут усиленно охраняться. А вот почему до 15 мая, а почему не всегда? Вот у меня еще такой вопрос. Как вы думаете? Значит, есть у них какая-то определенная информация, согласно которой определенные действия должны были произойти до 15 мая. Ветеране нам сообщали о том, что в принципе в Харькове усилен режим охраны в связи с возможными провокациями. То есть сейчас еще усиленнее, усиленный режим, еще более усиленный или как? Ну поймите, сейчас очень много информации о том, что будут провокации, будут диверсии. Понятное дело, что службы должны реагировать, общественность должна реагировать, вот как мы. Больших предпосылок, например, я не вижу. То есть то, что попытаются раскачать ситуацию в плане того, чтобы показать о том, что патриотические силы нападают на ветеранов, бьют пожилых людей, ну это возможно. Вот, для картинки, знаете, как российское телевидение любит показывать. А то, что совсем уж все плохо будет, как они пытаются навязать, то есть как распространяют слухи, что тут чуть ли не захват Харькова будет, ну такого не будет. Нет базы. Весной прошлого года ее тоже фактически не было. Если бы, скажем так, все харьковчане очень сильно хотели Россию, у нас бы здесь действительно была Харьковская Народная Республика. На самом деле, то есть харьковчане, судя по всему, далеко не все сепаратисты. По поводу компартии, которую вы упоминали, вот обещают исполнить решение суда и не проводить митинг в Харькове 1 мая, по крайней мере, в этом заверила первая секретарь Харьковского обкома КПУ, Александровская, как предает агентство УНИАН, хотя они и не согласны категорически с тем, что нужно запрещать массовые мероприятия, но они подчинятся. Ну вот, по крайней мере, информация на данный момент такая. То есть если появятся какие-то люди с красными флагами, это уже можно будет считать провокацией? Да. И меры будут к ним применяться достаточно жесткие. Как и если появятся молодые люди с георгиевскими ленточками. Будут применяться достаточно жесткие меры. А какие это достаточно жесткие меры? Вплоть до арестов, применения оружия или что? Вплоть до задержаний. Задержания. Да, будут оказывать сопротивление, но значит, будет хуже еще. Ну, кроме того, есть информация о том, что к 9 мая сейчас активно готовятся, и вот городские власти обещают выдавать харьковским ветеранам премии какие-то. И, помимо этого, 9 мая все-таки будут проводиться именно мероприятия. То есть не 8-го, а 9-го именно. В прошлом году их пытались отменить вообще. Вот говорили, что мы отменяем именно из-за того, что возможна дестабилизация и возможна провокация. В этом году их не отменяют совсем, просто запрещаются те мероприятия, которые являются неофициальными. Разрешены только официальные мероприятия. Это я еще раз хочу подчеркнуть. Кроме того, вот у меня еще вопрос по поводу правого сектора. Сейчас вот активно обсуждается в средствах массовой информации украинских попытка разоружить правый сектор, добровольческие батальоны в зоне АТО. Вот вооруженные силы Украины якобы совершили такую попытку. Какая есть у вас информация, действительно ли это так? Есть тут также сообщение о том, что какая-то третья сила пытается вмешиваться и вызвать конфликт между вооруженными силами Украины и правым сектором для того, чтобы устроить очередную горячую точку. Ну, на данный момент у меня информация о том, что вооруженные силы, ну, я бы сказал вот так, это 25-я и 95-я десантные бригады блокировали с двух сторон базу 5-го батальона правого сектора. Вот причина, причина сейчас выясняется. На самом деле там сейчас идут напряженнейшие переговоры и выясняется, кто же на самом деле дал этот приказ. Кто дал приказ солдатам блокировать? Причем блокировать своих же побратимов, с которыми они вот плечом к плечу сражаются с врагом. Да, скорее всего, это действительно, скажем так, очень серьезная провокация. Разоружать хорошо подготовленную вооруженную структуру в условиях боевых действий, ну, мягко говоря, это попахивает большим военным преступлением. И тот, кто отдавал этот приказ, я думаю, должен ответить по всей строгости закона, причем военного времени. У нас остается буквально одна минута. Вот, подводя итоги, как вы считаете, насколько хорошо организовывается охрана правопорядка в Харькове на майские праздники? Способны ли мы избежать терактов и провокаций? Или все еще по-прежнему возможны какие-то нюансы? Ну, я как раз и начал разговор с этого, что я чуть-чуть был удивлен тому, насколько МВД организовывает меры по поводу 9-8 мая. Насколько хорошо организовывают на этот раз, насколько я понял. Поэтому я считаю, что никаких непредпосылок вообще никаких нету. Потому что здесь что-то будет. Да, пожалуйста, и ваше мнение? Ну, как, знаете, стопроцентную гарантию у нас может дать только Господь Бог, но все меры приняты. Вот, причем приняты далеко, намного лучше, чем в прошлом году. В прошлом году их фактически никто и вообще не принимал. Вот, в этом году, да, приняты все меры. То есть и в местах массового скопления будут работать и саперы, будет работать кинологическая служба. То есть взрывчатку будут искать во всех, скажем так, вероятных местах, где могут произойти теракты. Металлодетекторы будут также устанавливаться? Да, будут металлодетекторы. С нашей стороны будут приняты тоже все меры, потому как целый ряд общественных организаций скоординировался, выработал определенный ряд мероприятий. Думаю, граждане могут быть достаточно спокойны на этих майских праздниках. Но вероятность не исключена. Если увидят каких-то подозрительных лиц с подозрительными предметами, что делать вот с радостью? Обращаться, скажем так, в милицию, или если они понимают, что... Телефон 102, я напомню. Да, или если видят рядом наши патрули, то есть патрули громадской самообороны, правого сектора, съедного корпуса, патрули патриотов Украины, там ряд организаций, то есть там будут видны отличительные черты, то есть можно обратиться к ним. Если рядом не будет ни сотрудников медичицы, то есть действовать надо согласно ситуации. Ну и телефоны СБУ тоже есть. Горячая линия. Горячая линия, да. Ну что ж, спасибо за участие в нашей программе. Напомню, у нас в гостях был Виталий Тропачев, начальник громадской самообороны Харькова, и Андрей Санин, руководитель Харьковской областной организации «Правый сектор». Спасибо, до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!